Продолжаем проходить AlltyRTL'чик, сейчас нас ждёт, как я понимаю, не самая уникальная и интересная часть игры, будет опять свиданка с Сандухой, потом нужно будет опять всё под земель и перебегать, чтобы почитать диалоги с Папирусом, потому что я иначе не могу, не могу же я просто остановиться и перестать это делать, когда я делал это всю игру, правда же? Нужно было просто не начинать это делать в таком случае. Так что ладно, постараемся заснять за эту серию хотя бы всю часть игры, которая проходится вот здесь. Так, что скажет наша эта самая простынка, измазанная чрилами? Эй, извини, что всё не сработало так, как мы надеялись, но было здорово поиметь себя там, впрочем. Тебе бы лишь бы поиметь кого-нибудь, залить эктоплазмой своей. Вот такие делишки. Ну понимаю, в принципе я такой же вполне. Так, пока я не забыл, надо сразу же зайти вот в этот вот камовый домик и почитать, что там имеется, используем таинственный ключик. Но в принципе здесь всё то же самое, просто теперь тут не гламурный розовый цвет, а какой-то босса на жёлтый цвет. Видимо, метатона очень сильно унижали в его жизни, что у него так всё мощно изменилось. Чё по вирусу скажет, интересно? А? Где ты? Я никогда не был здесь раньше. И я не видел никого здесь тоже. Удивительно, даже в окошко не подглядывал. Если честно, я не уверен, что я хочу знать почему. Ох, какая же тут драматичная тайна. Очередной диван, очередное соблазнение. Вы так устали после всех этих путешествий, так и хочется слиться с этим диваном воедино, что называется, потереться при его подушечке. Но вы должны идти дальше. Да, сопротивляться своему желанию и пофлиртовать с диваном тоже. Это призрачная кровать. Вы бы проспали прямо сквозь неё. А что ещё можно сквозь неё сделать, интересно? И-и. Тут у нас двое любовников падают в цифровую пропасть. Типичное отношение по интернету, да, вот именно. Прекрасный вид стены литейной. Вот в том-то и дело, что монстры здесь такие скучные. Они живут в этом сером, унылом пространстве. Даже не могут, не знаю, красивые обои там наклеить, картины развешать. Хоть чё-нибудь. Чё они такие скучные говно, все эти монстры. Я просто не понимаю, им же всё равно делать нечего здесь. Да. Так, старый земной телевизор. Ну и кстати, как видите, в отличие от Undertale, тут можно пройти вперёд везде. Потому что дневники разложены повсюду. И я, кстати, провёл разведку, чтобы узнать, в каком порядке читать все эти дневники. Уже записал тут себе отдельно. Потому что всё тут разложено так не совсем очевидно. Вот здесь вот первый, вот здесь второй, вот тут третий, вот тут четвёртый, вот здесь уже пятый, шестой. Так что давайте теперь всё по порядку делать. Итак. Дорогой дневник. Том 1. Люди мечтают о таких фантастических историях. И всё-таки, когда я смотрю из своего окна... Причём, да, тут именно сказано humans, а не people в этот раз. Всё, что я могу видеть, это стена. Это правда, что монстры стали привычными к такому ужасному бытию. Это правда, что только молодые дети, похоже, по-настоящему живые. Наше чувство чуда было выбито из нас. Это сейчас невозможно отрицать. Он всегда был таким в старые дни. Всегда хотел, чтобы все были такими же счастливыми, как он. Особенно я. У Чаро наконец-то появляются интересные реплики какие-то. Так, очередной диван, да, дам это знать. Дневничок давай, его тут фиг заметишь. Другой дневник, том 2. Я смотрел на старый телевизионный сериал от человеков. Эти люди не такие, как мне рассказывали. По факту они весьма похожи на нас. Живут, смеются, любят, ебутся, вредят и плачут, делают то, во что они верят. Говорят, что человечество — это биологический вид, которого нужно бояться. Но чем больше я вижу их, тем больше я устаю от этой идеи. Монстры — это не всё тоже, в конце концов, бабочки из одного места. А почему ты это другим монстрам не расскажешь, не покажешь им все эти сериалы? Он же эгоист, правда? Хочет только при себе держать истинную правду о людях. Пускай все монстры их ненавидят, ага? Я помню, как, когда мы впервые встретились, он был первым, кто открылся, что называется, мне. Раздвинул ножки, что ли? И я тоже их быстро раздвинул. Ну, хорошо, хорошо, что вы там поотнашались хорошенько. Ну, извините, я, конечно, не могу воспринимать все эти очень серьёзные трагические истории всерьёз. Я не такой человек, к сожалению, я уже устал от серьёзности. Дорогой дневник, том 3. Это был сложный день на ферме для блуки меня. Две улитки, за которые мы смотрели, сбежали, и мы не смогли их найти. Улитки сбежали? Это как-то интересно. Неважно, что я делаю, что за такое всё время происходит. Блуки сказал, что всё нормально, конечно же, но он говорит это обо всём. И мне интересно, почему я всё ещё вообще тут работаю? Я пытался помочь всей этой семье, но, учитывая, какое здесь всё было, я мало что мог сделать. Ты мог бы угнаться за улитками, раз они от этих идиотов убегают. Жест какой-то. Да, ну и комедия, конечно. Так, том 4. Я был сегодня в магазине, когда я столкнулся с девочкой. Альфис, я думаю, и сколько она брала за ночь, эта девочка, похоже, что она была следующей в линии, чтобы стать королевским учёным. Кто мог подумать? В общем, она и я быстро стали друзьями и всяким таким прочим, из-за нашей, так сказать, общей любви к человечеству. Человекофилия. Смешно. Предыдущий королевский учёный тоже был симпатичным. Интересно, почему это? Видимо, у тебя фетиш на учёных. О, если бы ты только знал. А почему ты мне не расскажешь, Чарчка? Я же здесь как бы. Итак, том 5. Альфис и я начали работать над новым проектом. Мы тут будем брать вдохновение из этих вымышленных людей. Начнём новое публичное телешоу, короче. Я уже написал несколько сценариев. Если это не поднимет всем настроение, тогда я не знаю, что вообще поднимет. Ха-ха. Давай просто скажем, что всё может стать взрывоопасным. Неплохо, белочка Слэпи точно поднимет настроение. Так, всё, что он хотел, это заставить всех быть счастливыми. Так распылил бы веселящий газ и всё, делов-то. Не-не. Чё, у вас нету монстров, которые могут хорошо казануть, что было смешно. Дорогой дневник, том 6. Это Альфуха. Она делает что-то, что я даже не мог представить. Благодаря ей моё будущее выглядит светлее, чем раньше. Я лишь надеюсь, что остальные поймут мой выбор. Неважно, что произойдёт со мной дальше, часть меня всегда будет скучать по тому, чтобы быть с вами. Пожалуйста, никогда не забывайте это, даже если я сам забуду. Сентиментально, как обычно, да? Что ж. Возможно, ты... Вы скоро воссоединитесь, так сказать, в лучшем мире. Better terms. Ну ладно, понятно, что будет дальше, конечно. Я, кстати, не помню, сколько там было дневников в оригинале, но вроде бы текст там был другой, кажется. Но это хорошо, что что-то новое имеется. А теперь пойдём уже не к такому новому, к сожалению. Папирус ждёт неподалёку. Ты не хочешь встретить моего нового соседа? Давай, иди, она не кусается. Она бросит у тебя несколько копьёв, конечно. Давайте, пойдём бросать несколько копьёв. Ну, как же, что скажет, Папирнинды прямо сейчас. Это дом Андайн. Ну, ты знаешь, тот, у которого скелет стоит перед ним. Здорово тоже тебя увидеть. Как ты, интересно, говоришь, не доставая телефон, 14 лет, а? О, а только не скажешь что-нибудь интересное? А, ну да, точно, у него же нету половой связи с нами теперь. А можно зайти без тебя? Нет, не можем. Охо, человек прибывает. Ты готов к сложной задачи того, чтобы подружиться с капитаном королевской стражи? Нет. Хм, всё ещё готовишься? Ну, не спеши. Ладно, ты уже готов потусаться? Да, ладно, тогда стой позади меня. О, красиво так прошёл, анимация есть. Псс, да и это. О, камовая кость, она их обожает. Вот это раз голубой ленточка, а не с красной, ишь ты. Привет, Папирус. Да, необычно видеть, конечно, иконку с телом в диалоге. Готов к своей приватной тренировочке один на один в постельке? Конечно, готов. Я привёл друга. Привет, я не думаю, что мы... О, прибавили дополнительную эмоцию от Папируса. Почему бы вам двум не кончить, а не войти? Можно и кончить, конечно. Ай, надо было позвонить Папирусу в этот момент, точно. Вот эти хер, Андайн. Мой друг хотел дать тебе это. Мощный хер. Э, спасибо. Я положу его к остальным. Блин, Андайн, чего у тебя такой дом унылый стал? Просто ужас, тоже серый и скучный. Псец, сразу прям старались, чтобы всё стало серым и скучным, да, в этой игре. Так, мы готовы начать? Упси-пупси. Я сейчас вспомнил. Мне нужно пойти позырить на брата. А вы двое развлекайтесь. Позырить на брата? В Андертеле чё-то другое было явно. Он вроде в туалет хотел. Нихрена, конечно, улетел. Секло всё равно разбилось. Так, почему ты так отчаянно хотелся вломиться в мой дом раньше? Это что, какая-то попытка меня унизить или типа того? Зайти в мой дом и делать вид, будто ты тут владеешь всем? Вот как значит? Ну да. О-хо-хо. Ну, у меня есть новости для тебя, брат. О, мы уже попратовались, что называется. Ты теперь на моём боевом поле. И ты не собираешься меня унижать. Нет, я скажу тебе, что сейчас произойдёт. Мы будем тусоваться. Мы будем иметь хорошее время. Мы будем друзьями. Я заставлю тебя любить меня так сильно, что ты не сможешь думать больше ни о ком. Фухухухухуху, это идеальное мести. Эээ, почему бы тебе не присесть? Тебе налицо? Так, а где выход из дома, интересно? О, он испарился. Раза бы было влом делать момент, чтобы Зон Дэн говорила нам, что мы не уйдём отсюда. Допустим. У нас тут куча осколочков стекла. По ним можно погулять? Вполне можно. Связи с папирусом больше нету. Улетел. Обещал вернуться. Да, папирус часто тут уходит по красивой дороге, короче. Он летел так быстро, что устроил звуковой взрыв. Здорово. Это моё пианино. Говорит всё, что хочешь о человеках, но они имеют хороший звук в акустике. Пахнет научно. Это кто говорит, чар, что ли? Это мой шкаф для жратвы. Что, ты думал, что у меня там есть спальня или ещё что? Хэ, ха. Все знают, что я сплю на холодном твёрдом полу. У меня такое чувство, что там не только жрачка имеется. Ну и дилдончики, естественно, в форме ящерицы. Я однажды забыла выключить раковину перед тем, как уйти на работу. Когда я вернулась домой, дом был полностью затоплен. Не то, чтобы это была проблема для меня, фу-ху-ху. Так. Раковина чиста, короче. Вычищена тут вся шёрстка, которая там была от турелечки, видимо, да? Я буду честный. Уже давненько я не видела, так сказать, дно этого пьящика. Это ящик зарезервированный только до папируса. Мне это нравится. Эта плитка должна быть самой топовой МТТшной плиткой. Но, поскольку технология продвигается, ничто не побьёт домашнюю готовку с огненной магией. Плитка имеет среднее количество использований. Укради что-нибудь из этого ящика, и ты мёртв. Тут у нас ящик для серебряной посуды. Там вилки, ложки, ножи, маленькие космокопья, плазменные сабли, измерительные топоры из измерений, антикредитационные бумеранги. Неплохо. Разнообразие появилось. Холодная еда и я не совсем совместимы. К счастью, Альфис модифицировал мой холодильник, чтобы он разогревал еду вместо этого. Здорово, да? Короче, холодильник, возможно, сделает чудеса дома у нас. Люди могут быть ужасными, но их история, типа, рулит. Вот, например, вот эта вот огромная энергетическая сабля. Исторически люди носили сабли в 10 раз больше всего размера. Не говоря уж про их меж измерениями. Изверенский портал, короче. Колоссальные боевые корабли, прям размером с целый парсек. Когда я впервые услышала об этом, я прямо сразу же захотел себе такой. Вот почему Альфис и я построили гигантскую копию этой сабли вместе. Она даже придумала все её спексы какие-то. Я однажды видел саблю прямо как вот эту, только она была реальной и немножечко меньше. Вернее, гораздо меньше. Что, теперь она уже не спрашивает у нас, yes или no насчёт этого всего. Но, допустим... Ай, забыл поговорить с ней. Ну, в принципе, ничего страшного. Комфортно? Я тебе доставлю что-нибудь, ээ... Чё ты всё ещё делаешь с этой чашкой какой-то грязной жидкости? А ну, брось её напрочь. Вы выбросили эту жидкость. Вот спасибки. Ах ты, мразба. Придётся теперь заново её тащить, блин, эту гробанную жидкость. Надеюсь, её ещё можно будет взять. Не. Я же её так и не дотянул до конца. Всё готово. Что ты хочешь? Эй, не вставай. Ты гость. Сядь и наслаждайся. Эм, почему бы тебе просто не тыкнуть на то, что ты хочешь? Ты можешь использовать копьё. Так, ага, вот. Шкаф с жратвой. Целая тонна хорошестей там спрятана. Ты должен выбирать бухло? Там нет ничего в этом шкафу, как жрачки. Хочу ещё. Ну, серьёзно, это просто жрачка. Больше ничего. Серьёзно. Серьёзно. Ладно. Безумная рыбовая дама. Ты чё, ты ко мне подказываешь? Упоротое лицо. Ээээ. Очень упоротое лицо. Кстати, это, по-моему, какая-то неиспользованная эмоция. Вроде бы я её использовал уже в своих анимациях. Ну-ка. Водичка. Умный выбор. Ты хочешь воду? Просто воду. Без каких-либо вкусов, или сахаров, или ещё чего. Выбрать этот бухло. Пожалуй, нет. Сахар. Хорош для услащения чая. Это сахар только для чая. Я и собираюсь давать ей чашку сахара. Сахар для чая. Ммм. Кау? Так. Экзоберри пунш. Сделан местными. Или так говорят. Ах, пунш экзоберри. Ну, папирус обожает эту штуку, так что, полагаешь, всё нормально. Пока что нет. Горячий кокоа. В голубом цилиндере. Ничего хорошего, ничего лучше, чем чашка горячего кокоа. Прикольно, можно выбирать разный в этот раз. Чай. Очевидно, очевидный выбор. Чай, да? И всё. Ничего интересного. Холодильник. Холодильник? Ты хочешь иметь целый холодильник? Нет. Слишком много для одного. Пожирание. Я сказала нет. Нет, значит нет. Ты что, не знаешь, что значит слово нет? Очевидно нет. Вот это здорово, когда добавляют дополнительные реплики. Энергетическая сабля. Гендарное человеческое оружие. Энергетическая сабля. Это оружие, которое люди носят против нас в войне. Вернее, насилие. Ну, в общем, один из них. Он не для продажи. Чё, в этот раз не хочешь нас нафаршевать мечами, как это было в оригинале, да? Так, я хочу самое вкусное, что тут имеется. Воду. Выбрать воду. Ладно, полагаю. Я оригинальный чел, чё я могу сказать. Зато не придётся чайник кипятить. Сразу же быстро. Хоп, и налила. Ну, держи, чё. Ммм, водичка. Наслаждайся. У меня анимации нет, что наслаждаться. Серьёзно? Просто бухни уже. Вы бухнули водичку. Она, ну, да, это вода, так что на вкус нормально. Ну, ты выглядишь так, будто ты удовлетворён. Ты знаешь, что это, типа, забавно, что ты выбрал эту выпивку. Воду, я имею в виду. А с горы я однажды шутили о том, как люди из неё сделаны. И что, если бы мы её выпили, мы бы поглощали человечество. Ага. Ещё в наши унитазы загляните оттуда, покупайте чё-нибудь. Ну, он на самом деле не считал это смешным. Чё, у него настоящий фетиш на это был? У этого парня просто-таки мягкое сердце в отношении всех. Ну, на самом деле, если подумать об этом, ты, типа, напоминаешь мне его? Вы оба абсолютные чмошники. Ну, типа. Правда в том, что я была весьма такой горяченькой маленькой девочкой. Однажды, чтобы оказать, что я была сильнейшая, я пыталась сражаться со сгором. Ну, просто пыталась. Ну, я сразу же скрутил, да? Хе-хе. Я еле-еле могла ему сделать один отсос. То есть, удар, да, было вот это же удар, точно, это вовсе не отсос. Хе-хе. И хуже всего, всё это время он отказывался отбиваться. Я была так унижена. И после этого он извинился и сказал что-то, как Гуфи. Простите меня, ты хочешь знать, как побить меня? Хе-хе. Я сказала да, и затем он меня начал тренировать. И однажды, во время практики, я наконец-то его опрокинула. Я почувствовала себя плохо. Но он просто излучал. Стрелял в тебя своими белыми липкими лучами, понятно всё. Я никогда не видела кого-то более гордым от того, что ему задницу надрали. Ну, видимо, он фанат пеггинга. В общем, сокращая историю, после того, как завершили тренировочку, я стал лидером Королевской Стражи. Так что я так-то тренирую чмошников, чтобы не дрались. Типа Папируса. Но, эм, если честно, я не знаю, если смогу ли я позволить Папирусу вообще вступить в Стражу. Не говоря ему, что это сказала. Он просто, ну... Вот, ещё одна, кажется, неиспользованная эмоция, вроде бы. Ну, в смысле, не то, чтобы он глупый. Его атаки, на самом деле, довольно безумно охренительно. Просто он... Он слишком невинный и хороший. Так лиши его невинности, очевидно же решение. Ну, в смысле, посмотри, он должен был тебя поймать. А в итоге он стал другом с тобой вместо этого. Я бы никогда его не послала в битву. Его бы разорвали на маленькие улыбающиеся кусочки. Или бы он подружился со всеми, и все войны оканчивались бы... Идеальной дружбой, разве нет? К чему такие ограниченные? Именно поэтому я начала его учить, как готовить, ты знаешь? Так что, эм, может быть, он сможет сделать что-нибудь ещё со своей жизнью вместо этого. О, извиняй, я тут говорил так долго. У тебя закончилась водичка, не так ли? Хе, не волнуйся, я сейчас тебе сцежу своей. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. Постой-ка секунду. Да, я выбрал воду именно из-за этой шутки. Папирус, его урок готовки. Он должен был иметь его прямо сейчас. А если его здесь нет, чтобы его иметь, тогда ты будешь иметь его за него. Давайте, будем тебя иметь за него. Пуф-пуф-пуф. Вот так вот. Ничто не приводило папируса, и я ближе, чем готовка. Что означает, что если я дам тебе его урок, мы станем ближайшими друзьями, чем ты сможешь представить. Ну, надо сказать, я ожидал, что будет менее оригинально. Все эти дополнительные реплики, дополнительные жрачки, это лучше, чем я ожидал. В общем, давай, сначала начнём с согуса. Ну-ка, даже жратва уже другая, хорошо. Посмотри на эти овощи, как на своего смертного врага. А теперь отчпокай их своими кулаками. Или чем-нибудь ещё. Погладить, отчпокать. Давайте, вы бьёте овощи за всей своей мощью. Вы опрокинули томат. Да-да-да, наш разум объединяется против этих здоровых ингредиентов. Теперь мой черед. Га-а-а. Ну, она правой рукой, конечно, умеет работать мощнее, чем я. Опыт у неё мощный, да. Мы просто это всё соскребём позже в мисочку. Но сейчас... Мы им добавляем лапшу. Домашняя лапша самая лучшая, поэтому я всё время держу её тут рядом. Эээ, ты можешь кончить сюда, парень. Да-да-да, я уже иду. В общем, видишь вот эти вот лапшинки здесь, да? Ну? Вытаскивай их, нах. Что вы сделаете? Мощно! Вы бросаете всё в кастрюлю, включая коробку. Коробка и лапша достукаются против пустого днища. Да-а-а, я как раз обожаю это. Отлично. Сейчас пора мешать пасту. Как основное правило пальца, чем больше ты мешаешь, тем лучше на вкус. Готов? Давай сделаем это. А я могу реально сделать это быстро? Назумайте, Зет. Давай, хардово. Вот так, вот так, вот так. Я нажимаю сразу две кнопки, и нам пад один и Зет, то, что они работают одинаково. Хардер, хардер, хардер. Суй в неё мощнее. Ох, дай я всуну в себя тебя. Да, у него, конечно, будет побольше приборчиков, чем у меня. Ничего не скажешь. Фу-ху-ху. Это другое дело. Ну ладно, теперь к последнему шагу. Ох, дай я взял мою страсть. Вот, получи. Только не разрывись там от напора моей страсти. Теперь всё голубое. А Нандайн стала Нетфликсовой. А чё у неё эта иконка не обгоревшая? Эх. Э, неудивительно, что папирус не улучшается больше в готовке. Теперь уже не то, что он от сосны в готове, а то, что он просто не улучшается. Более скромная такая фраза. Так, что дальше? Охотиться на мусор? Устроим браслеты дружбы? Давай лучше кнотинг. Ну, в смысле, вязание. Вязание, конечно, вязание. Что вы могли подумать? Какого я обманываю? Я правда облажалась, не так ли? Хех. Я не могу заставить тебя любить меня, человек. Некоторые просто не могут поладить легко. Я понимаю, если ты почувствовал так обо мне. Если мы не можем быть друзьями, всё нормально. Потому что если мы не будем друзьями... Тогда мы сможем стать любовниками! Давайте. Я была побеждена, мой дом в руинах. Я даже не смогла подружиться с тобой. Но всё. Мне плевать, если ты мой гость вообще. Один последний ремач с обоих сторон. Единственный способ восстановить мою потерянную гордость. Теперь давай. Засудь в меня всё, что у тебя есть. Ах. Разрадом делать первую атаку. Так знал, что будет кнопка флета. Так знал, что она будет здесь. Не-не. Вы говорите, Андайн, что она... Зацепила ваше сердце. Короче, вытянула его удочкой и так далее. Что? Нет. Если кто-то и получит моё сердце, это... Постой, нет. Откнись. Так что магическое происходит? Магическое у нас в штанах, интересно? Вы говорите, Андайн, насчёт её храпово-боевого духа. Она теперь ваш герой. Ты можешь это перестать? Если ты продолжишь вот так, я... Я... Интересно, Андайн на своём лимите. Вы говорите, Андайн, что она драгоценная, милая, маленькая рыбонька. Чё, я... Я... Ах, ты флиртованный мелкий брат. У меня... Я уже сейчас почти что готова... Готова всунуть. Хех. Ты знаешь что? Ну, надеюсь, это сработало. Я на самом деле не хочу тебе тоже вредить. Поначалу я презирал твою глупую, ту самую сахарную сущность, но... То, как ты сейчас ко мне относишься, это просто напомнило мне с кем-то... Напомнило мне кого-то, с кем я тренировалась. Что, в смысле, Асгор тоже там с тобой это самое флиртовал, получается? Теперь ты просто не совсем чмошный лузер. Ты чмошный лузер с большим сердцем. А чё сразу сердцем? Сердце оно не у меня в штанах. Хе-хе. Так, прямо как он. Слушай, человек. Похоже, что ты Асгор будете встречаться... Что так сразу? Зная его, он, наверное, и захочет с тобой сражаться. Захочет так сразу сношаться, мы его знаем, конечно. Поговори с ним, я уверен, что мы двое сможем что-нибудь там выработать. Да, мы сможем, сможем. Со временем, какой-нибудь более злой человек, если кажется, я заберу его душу вместо твоей. Это имеет смысл, да? Фу-ху-ху. О, ну если ты повредишь Асгору, я возьму человеческие души, пересеку силовое поле. То есть она знает, что это возможно, но с Гору он этого тоже не скажет, да, получается? И выбью из тебя весь ад. Именно это и делают друзья, верно? Фу-ху-ху. Теперь давай валить отсюда, нахрен. Ну, это было весело, да? Нам нужно будет тасоваться ещё раз однажды. Ну, где-нибудь ещё, я полагаю. Тем временем, я буду сейчас в центре... Ректальном центре с папирусом. Я очень жду увидеть тебя там. Ну, пока что ты можешь давать папирусу звонок на свой телефон. Раз уж мы будем в одном и том же месте, я тоже буду строить свободу способно поговорить, да, вот. Ну, увидимся позже, панк. Итак, одна секунда мы от неё убегаем с нашими жизнями, и затем мы готовим спагетти вместе с ней и сжигаем её дом. Вы слышите маленький смешок? Джиз. Мы тут давно уже прошли с твоего первого прибытия, да? Даже если тут мало что осталось, что можно увидеть. Я всё ещё рад, что я потратил с тобой столько времени. Так что ты просто и делай то, что ты делаешь, ладно? И я... Я буду здесь для тебя. Очень мило. Но флирты нам засчитали? Засчитали. 34 флирта. Совпадение? Не думаю. И, что именно Андулхова настала нашим 34 флиртом. Так, это хорошо, да, безусловно, что я ничего не упустил. В этом плане флирт всё ещё доступен. Опять же, не считая того, что я пропустил некоторых боссов, и из-за этого флирта с ними не будет, как с манекеном. Это дом Андайн. Ты всё ещё у дома Андайн? Она, эм... Ещё пока что со мной не встретилась. Может быть, оставь комнату, покинь комнату и... Уф-уф-уф. Да, это мой дом. А, привет, Андайн. Как ты сейчас попала так быстро? И обижала. Что? Тогда ты, наверное, имеешь что-то... Экстремально прохладное, что ты можешь сказать про свой дом. Нет? А если спросить? Я уверен, что она что-нибудь придумает скоро. Но ты на это не надейся. Кстати, когда я вроде бы летсплейил эту игру в прошлый раз, я ей сразу же не позвонил в этот момент. Хотя, кажется, я уже говорил это в кусках-огрызках, возможно. Чё теперь скажешь? Я чувствую беспокойство в ауре неподалёку. Ты и мой новый сосед поладили, я полагаю. Хорошие соседи... Весьма сложно, короче, таких найти. Мы всём, да, мы тут сладкой дружбой наполнились. Почему дружба? Я же с ней флиртовал. Ещё прикалывайте, что ли? Извини, что всё не сработало. Ну, хорошо. И теперь самый главный вопрос, конечно. Тратите ли мне сейчас огромную кучу времени на то, чтобы перепройти всё это дело? Собственно, перепроходите с Ноудин, перепроходите вот это вот всё, чтобы общаться с Нандайна Папирусом, потому что у них же тут есть реплики, понимаете? Ой, кошмар. И по идее, нужно это сделать всё равно. Давайте поздерим, чё дома у мисс коровы. У неё там в дневнике появилась запись о том, что человек прибыл, затем мне напомнили о том, что я такая поехавшая корова, я его отпустила. Там, короче, короткая запись, поэтому можно её не читать. Вернулся, чтобы меня посетить? Ну, ты можешь оставаться сколько захочешь. Я тут останусь, как обычно, в принципе. Да, вот ради этой фразы я сюда и пришёл, собственно, чтобы показать вам, что она тут теперь имеется, в отличие от Дэр Тойла, оригинального, где она там запела за собой дверь и всё, и пошёл там нахрен противный ребёнок, а потом я передумала, и потом буду снова с тобой сношаться, общаться и так далее, в самом конце пути пацифиста. А тут у неё хотя бы осталась совесть, чтобы остаться в креслеце перед нами и позволять нам возвращаться при желании. Это хорошо, да. Я хоть, с одной стороны, ругаю эту игру за то, что это копирка Андер Тейла, но зато я её могу, конечно, похвалить за то, что она старается исправлять некоторые раздражающие моменты Андер Тейла и делать это всё приятнее, потому что куски огрызки вроде бы в этом плане не старались, даже повторяли вроде бы те же самые фразы «не возвращайся» и всякое такое. Хотя я уже плохо помню, конечно, это было в прошлом году, к сожалению. Но ничего страшного. Всё, сейчас, наверное, ещё минут 10 поснимаем, естественно, не успею здесь пройти всё абсолютно, потому что всё равно нужно общаться с ним, понимаете? Тут связи нет, поэтому связь наша половая начинается вот здесь. Ах, это одинокая дорога на краю Стартона. Наверное, она слишком большая и пустая, но... И тут множество приятных воспоминаний. Как их интересно. Как то, как Санс и я раньше катались по нашим ховеркарам. Мы тут летали вниз по дороге, катались рядом друг рядом с другом. К сожалению, не важно, как я пытался. Он всё время тебя отымевал в конце, да? Да, потому что он такой большой жирный читер. Ты видел его, это самые очки на машине? То, короче, ими стрелялись там. Это типа Газеллёна или типа того. Ох, поверь мне, я знаю это всё слишком хорошо. Я правда хотел бы, чтобы он не читерил в таких вещах. Это руинит игру для всех остальных. Или, может быть, это просто добавляет дополнительно интересные испытания? Нет. О, видите, видите, тут же целые диалоги интересные появляются. Это уже гораздо лучше, да? Санс всё время был тем, кто берёт шорткаты. Практически закон природы уже в этот момент. Ну, а повторяющиеся реплики, возможно, не все будут оригинальными. Но придётся это всё равно выяснять, понимаете, придётся. Вот хочешь или нет, нам нужно это сделать. Потому что я просто чувствую себя обязанным заснять как можно больше этого контента. Единственное, что я не делаю, это не перепрохожу, чтобы посмотреть все варианты контента. Как что будет, если выбирать разное бухло в доме Андайна? Это уж слишком заморочено, к сожалению. Да. И здесь у нас станция Сансика. Что я ещё могу сказать? Папирус, разве ты не всё время выглядишь, ну, это самое, при вставшем? Что? Ты знаешь, что я не имею время на это? А ты же даже не пытаешься кого-нибудь поймать? Конечно, я пытаюсь, просто не того, кого ты думаешь. А кого ты пытаешься поймать? Это кто-то ректангулярный. А, это Тонщика пытается поймать, видимо. Хочет его присовокупить к себе. Гравитический инвентер, что бы это ни значило. Да, мне уже сказали, что нужно будет к нему вернуться потом позже. Возможно, что-нибудь связанное с Сантиком. Посмотрим. Так, недавно все тут оставляют записочки начали. Мечты, сны, короче, предложение почпокаться. Это у тебя что за взгляд-то, Уэндайн? Тоже хочешь почпокаться? Хороший взгляд. Ты видел кого-нибудь, эээ... Видел что? Ну, какие-нибудь там научные заметочки? Ох. Нет. Твою мать. Алифуха не оставляла там туалетную бумагу, к сожалению. У тебя нет каких-нибудь, конечно, мечтаний, которые можно поделиться? Это ты меня спрашиваешь? Спроси лучше Андуху. Мы тут с ней общаемся все-таки в основном. Именно ради этого я сюда и хожу сейчас. Насчет вот этого вот великой речи моей. Такое совпадение, что я практиковал ее в этой комнате впервые. И с Сансом, между прочим. Я уверена, что ты имел хорошие аргументы. Вернее, не имел аргументы вообще. Ох, вовсе нет. Мы спорили постоянно друг с другом. Я повернусь туда и скажу, что это лучше. Затем он повернется в свою сторону и скажет, что так лучше. Мы там спорили и постоянно крутились быстрее и быстрее. Это объясняет, что я видела снаружи моего дома раньше. Ты видела это? Э, постой, я могу вообще объяснить. Ну, в смысле, Санс просто волновался... Волновался, что я слишком много времени там трачу. Да. Он же твой брат, не так ли? Может быть, он просто хотел, чтобы ты тратил больше времени с ним? Ясненько. Инцесс – дело семейное. Семейное время важно, в конце концов. И тогда это даже просто... Даже требуется использовать полетную магию. Магию залетов, что называется. Чтобы залетать мощно по-семейному. Хе-хе. Не-хе-хе, впечатлен. Я не только хорош в пазлах, я также прекрасный архитектор. Ты знаешь, я тут думал обновить твою станцию, тот самую. Типа, в подарочек, сюрприз. Ты что? Но, эм, это бы испортило идеал. Идеал, говоришь? Но ты однажды сказала, что всё всегда можно улучшить. Ну, да, я просто хотел сказать, что почти идеал. Может быть, назовём это так. Да, сойдёт. Спасибо тебе, человек, за то, что стал моим почти идеальным другом. А ты мудила, конечно. Но ничего, однажды станете почти идеальным присовывателем по самой Гланды. Так, это станция ДОГГО. Однажды, после инцидента с другими собаками, он сказал мне, что он больше не чувствует себя как дома. Поэтому я дал ему обнимашку и сказал ему поговорить обо всём. Конечно же, собачий юнит это нормальная толпа. Неудивительно, что всё оказалось вполне нормально. Вернее, всё хорошо кончилось, короче. О, да, я помню этот инцидент. Вот он, эм, он думал, эм, думал, эм, ну, спасибо за то, что был там, вместе с ним, когда нужно было. Без тебя он бы, наверное, может быть на самом деле. Что? Что вообще? Эм, он бы просто вышел из охраны на долгое время. О, ладно. Полагаю, это было бы довольно плохо. Чего, он повеситься хотел, что ли? И одна собака не покинет королевскую стражу под моим надзором. Ужас. Звучит как приговор. Снеговичок. Жизнь, как строительного бота, наверное, сложна. Быть хорошим с теми, чьи интеллект искусственный. Да, особенно... Особенно для робота, который живёт в ванпосте в это время. Думаю, мы оба знаем, почему вот так всё. К сожалению. Но, эй, всё не так уж плохо. В конце концов, его чип можно перенести в другой компьютер. Ох, ох, думаю, я понимаю это. Затем он сможет выйти в интернет. И в телескопную сеть. И ещё во всякое. Чё спойлерите, собственно, заранее? Интересно, сможет ли он увидеть мою историю браузера? Все эти фото голые пасты. Хе-хе-хе. Ясненько, что взбудораживает папируса всякие там тентаклики из спагетти. Понимаемо. Да-да, я знаю, что мои пазлы могут быть сложными. Просто подумай об этом как об обучающем опыте. Тест персоналия вместо теста навыка. А? Что произошло? Ну и человек плохо справился со стеной огня. Ах. Значит, ты говоришь мне, что он не смог просто пролететь через неё? Люди могут летать? Так, ты говоришь мне, что он просто не прошёл через неё? Эм. Вот, видите, тут тоже изменится диалог, если пройти эту стену огня по-честному. Так, для галочки ты не можешь на самом деле пройти через неё. Надеюсь, ты не пытался это сейчас сделать. Ах, где она? Я бы её включил, пробовал ещё раз. Я даже не знал, что там можно пройти. Я думал, это просто декоративный пазл, который непроходим. Так, станция Дугами и Дагересы. Однажды я тут поддумался, каково чувствовать себя, короче, женатыми собаками. Но впрочем, я никогда это не узнаю, потому что единственное, что я женю, это очень хорошего скелетона на себе. То есть, на самого себя, да. Ага. Ты откуда взяла эту идею? Это разве не очевидно? Кто ещё такой классненький, как ты? Ну, я полагаю, что я имею очень мощный, так сказать, облик. Но тем не менее, это просто не должно произойти. Кстати, я вроде бы тоже говорил в этот момент, что он женится на себе, да? Такой пэринг был бы слишком мощным. Ну да, понатырили гастер-бластеров этих гробанных, конечно же, это будет мощно. Эта комната раньше была связана с мостом. Две половинки, соединённые в центре. Как души двух, так сказать, очпоканных скелетонов. О, да, вы, ребята, разве не связаны или типа того? Ну, всю нашу жизнь, короче. Это типа напоминает мне об этих старых историях. О скелетоне, который однажды экспериментировал на себе. Правая ручка экспериментировал, да? Насколько мы знаем, ты и твой брат могли быть в этом связаны. И я участвую в части эксперимента, даже не зная этого. Это уже какой-то бред. Ну, это невозможно знать. Андуха что-то знает, чего не знаем мы. Ну, теперь я, правда, заинтересован насчёт моего прошлого. Нет ничего, с чем не справиться маленькое исследование. Если хочешь, я могу тебе, так сказать, подать ручку помощи. Нет, всё нормально. Тем более, как капитан стражи, ты уже слишком всего имеешь на своей тарелке. Слишком много пасты, она из тебя выдавила на свою тарелочку. Ястенько. Кто-то говорит, что микроволновка в этой комнате имеет так называемую скрытую функцию. Что неизвестно всем. Это микроволды, по факту, на самом деле гравитационные. А я-то думал, что мой горячий холодильник был большой такой субверхией. Но вот эта вот гравитационная волна, так сказать, ровочевишка на торте. Или это было бы спагетти. Только если бы он... Если бы оно раньше могло... Если бы только оно могло использоваться, чтобы поднять такое прекрасное блюдо. Но постой, если гравитация была бы слишком сильной, она бы превратилась в летающего спагетти Ола Монстра. Вернее, Макаронова, конечно же. Вот в эту религию я бы могла поверить. Эх, перевод, конечно, не кокущий. Когда доходя до спагеттиевых монстров, я предпочитаю моего, чтобы он оставался, короче, неподвижным. Сидел миленько, как, так сказать, статуя хорошей готовки. На тарелке, с которой его нужно поглотить. Ох, вы фанаты поглощения. Ну-ка, спагетти больше нет от наполненного с решимостью. Спагетти бы уже скушали, возможно, где-нибудь оставили в ближайших кустиках, естественно. Их, нет. Эти пазлы, заметьте, различия, которые нравятся Сансу. Ну, те, которые я решал раньше, были весьма прямолинейными. Но в последнее время они становятся почти что невозможными. Тут, эм... Нужно... Невозможно... Короче, нужно искать, типа, пиксельно всё это дело. Невозможно, что кто-то смог это их решить вообще. Этот художник пазл в библиотеке, наверное, делает их, я думаю, он... Что-то говорит мне, что она очень устала от своей работы. Вот это прям пазл. Мне просто придётся взять и решить его. Или, возможно, сможет создать свой собственный. Может быть, я и могу. Каждый раз, когда я застреляю в этих штуковинах, я просто отправляю их Альфис. У неё есть какие-то там... Эм... Модные... Image abstraction, finger whatever. Короче, что-то там с abstraction, а? Разве не будет более правильным термином с это самое сравнивание? Ну, это определённо, так сказать, извлекает и головную боль. Ну, понятно. Накладывает картиночки друг на друга, чтобы заметить разницу. Типа того. Я уже забыл, что тут вообще было. А, вроде бы это маленькая картиночка, которую Санс положил на пол. Которая заменяла этот самый... Кроссворд из оригинала. Вернее, путаницы. Хэм, решение от этого пазла. Ну, иногда я просто переступаю через лазеры. Так что, одно решение это быть высоким и крутым. И ещё одно это пролететь через него со своим джетпаком. Джетпаки это не решение для всего. Что бы не произошло... Что вообще произошло с, так сказать, наслаждением видом? Я наслаждалась видом всю мою жизнь, Папирус. Ты разве не устал от этого? Не совсем. Хм... Андайя, наверное, должна вложиться в телескоп. Я слышал, что мой брат предлагал, так сказать, членство. Да-да, в нас уже он своё членство успел вложить, естественно. Мне было сказано, что тут имеется трюк в этих пазлах, включающий то, что отображается на плитках. А я тут думал, что это была игра по угадыванию. Полагаю, что контраст что-нибудь новый узнаёшь. Ты слышал насчёт мандата, который я с гор недавно выпустил? Похоже, что лазер это опасный и, короче, не подходит для детей. Ну, в этом есть смысл. Да ладно тебе, это просто веселье из всего убирает. Я, Эм, раньше играл с этими штуками всё время как ребёнок. Ах, ну конечно же ты бы считала весёлым рисковать своей жизнью. А кто бы не стал? Эм, я? Одно дело рисковать своей жизнью, и совсем другое бессмысленно её выбрасывать. Ну как я это сейчас делаю, снимая свой летсплей, вместо того, чтобы снимать грехи или что-нибудь ещё, что может хоть какие-то просмотры собрать. Так, поначалу этот пазл меня разочаровал в него результат. Но затем я осознал, что шансы того, что произошли, были настолько низкими, что мы, возможно, были единственными, кто это увидел. Как тебе повезло, вообще-то? Ты не понимаешь суть? Какую суть? Мне было сказано, что здесь есть описание этой вещи. Джанда Джоук, короче, он называется. И все эти запутанные правила, тем более всю эту ветровость, которая только закончится в абсолютно большом жирном нуле. Я не знаю, о чём ты говоришь вообще, но... Эй, откуда ты знаешь, что произошло здесь? Ну, я, возможно, тут раньше проходил мимо лаборатории, и... Ты шпионила за мной? Не за тобой, Папирус. Ох. Так ты шпионила за человеком? Я капитан Королевской Стражи, а ты чё ожидал? О, интересные факты пошли. Шутка или нет, но всё равно это было довольно удачного, верно? Получается, Андуха тоже за нами иногда шпионила. А почему она не делала это всё время? Хз. Так, станция этих самых маленьких собаков, вернее, маленькой собаки, точно, вся поменьше. Также любимое место всех этих продажников лунных камней. Хм, интересно, из чего делаются эти камни. Они же не мог быть сделаны из луны, потому что... Луны — это просто большие камни вообще. Это значит, что луны — это лунные камни сами собой. Где начинается луна и окончается лунный камень? Я не думаю, что есть правильный ответ к этому, Папирус. Не то чтобы тебе стоило думать об этом вообще. Такие вопросы хороши для разминания мозга. Также известны, как наиболее важный мускул в теле. Для человека, возможно. Но для монстра он абсолютно всё по-другому, да. Я знаю, просто пыталась ему облегчить. Видишь ли, монстры не совсем имеют... Используют мозги, чтобы думать. Это типа как тема души. В отличие от темы черепа. О боже. Просто называй меня Пандайн. Пожалуйста, не надо. Очередные очень смешные шуточки, естественно, непереводимые. Спасибо большое. Надо дойти до города, наверное, хотя бы тогда уже заканчивать серию. Итак, то, что произошло здесь, это... Давай не будем об этом говорить, об этом пазле. А о чём, духа, не хочешь поговорить? Не может быть всё так плохо, правда? Поверь мне. Это было довольно плохо. Но если ты так говоришь... Всё-таки был смысл с ней говорить здесь хорошо, хорошо. Во всех комнатах есть что-то новое. Станция Большого Пса. Эта собака имеет сердце из... Короче, золота. Если бы только я был в Королевской Страже, тогда я бы смог отплатить ему за его доброту. Я могу отплатить за тебя, если хочешь. Это не то же самое, чем если бы я это сделал сам. А ты мог бы просто подождать, пока он не придёт домой. Это бы значило больше, если бы это было на работе. Ты прав. Я позволю тебе появиться как голограмма тут. Ух. Ничто никогда не заменит разговор лицом к лицу. Ну почему же? По телефону получается веселее, по сути. Потому что вам не нужно саму таскаться, чтобы прокомментировать всё интересное. Математика всё время была pet peeve of mine. Вычисли это, с геометрия это. Что произошло с подсчётом на своих пальцах? Вся продвёртая математика совершенно не нужна. Ты правда в это веришь, не так ли? Мы бы всё ещё жили в тёмных веках, если бы не вот это вот всё. Но всё-таки это также значило, что мы бы застряли на домашней планете нашей. Вернее, всё ещё были бы на ней, да. Я знаю, я знаю. Я просто не люблю решать его. Но нет, я полностью согласен в этом. Если ты правда хочешь помощи с подвинутой математикой, просто спроси доктора Альфис. Вау, интересно, что тебе дало такую идею? А, постой-ка. Да, это потому что она записывает все твои сообщения для тебя, типа того. Она хороша в том, чтобы сортировать даты, ага. Даты или свидания, может быть, а? Дейтс. Не-не. Хорошо, что я уже решил, мне не придётся решать это всё дело заново. А, ну да, точно. Тут же нету коннекшена почему-то. Хотя вполне может быть покомментирует пёсика. Почему бы и нет? Ну, почти все дошли до города. Хорошо. Пока что справляюсь неплохо, хоть и ужасно. Помнишь эту самую перчатку смертельного террора? Веришь или нет, но у неё есть секретное седьмое оружие, которое просто от него будет тебе весь воздух. А что насчёт того, которое я оставила... What about the one that I'd live to speechless? Которая тебя, короче, оставила без слов. Это супер-секретное восьмое оружие на самом деле. Ауха, звучит опасно. Почему ты думаешь, что я его не использовал? Даже не заставляя меня начинать. Насчёт гипер-секретного десятого оружия. Постой-ка, я забыл мега-секретное одиннадцатое оружие. Это бы абсолютно тебя, короче, из тебя носки выбило. Здорово, конечно, было бы оно только не на словах, а на деле. Как знаете, в Дельта Травеллере, где было больше кшончика, как ни крути. Ях. И крутой геноцид весьма. Город Стартон, северная сторона. Страна, в которой я мало трачу времени. Санза, с другой стороны. Озлаждается новой и улучшенной едой, которую продают у Грилби. Новая и улучшенная, говоришь? Вы полагаете, что это лучше, чем раньше. Но всё ещё совсем не сравнится с домашней пастой. Если бы только он, так сказать, был благодарен за то, что я делаю для него. Братья, я же прав. Ну то есть, получается, дополнительные репки у папируса всё равно новые каждый раз, потому что они связаны с тем, что он сказал раньше, что было сказано вместе с Undyne. То есть, есть смысл это всё равно всё зачитывать. Но хорошо, серия уже подзатянулась, мне ещё нужно сейчас снимать две серии другого летсплея, поэтому не будем сильно затягивать. Придётся сейчас следующую серию провести в разговорах по телефону. Потому что это делается один раз. Один раз и навсегда, что называется. Потом ещё до Undertale это делать, и в ещё одном Undertale это делать, и в ещё одном Undertale это делать, и в ещё одном Undertale это делать. Короче, вы поняли суть. Давайте пока что отдохнём, а будем ещё это делать, как обычно.